Общественным транспортом вы довольны? Очень довольны. Машрутов хватает? Хватает, очень хватает. 9 мая часть Казанских улиц перекроет, а маршруты некоторых автобусов изменятся. Их вы видите на экране. В этот день на дороге выпустят больше общественного транспорта. Так, на 5 маршруте трамваи будут курсировать 14 вагонов. Самое большое количество 40 автобусов остановятся у Казани-арены. Здесь вечером праздничный концерт в Саре. 9 мая городской общественный транспорт будет работать по графикам рабочего дня с продлением режима работы наземного транспорта до 23.30. Метрополитен будет работать до 24.00. Ветеранов и участников Великой Отечественной в автобусах на праздничные мероприятия будут сопровождать медработники. Бригада скорой помощи во всех местах массовых гуляний. В парке Тысячелетия сразу 6 бригад и 2 мобильных медпункта. На Страже безопасности в этом году 1500 сотрудников полиции и войск Росгвардии. Самой масштабной акцией Дня Победы станет Бессмертный полк. В ней примут участие порядка 700 полицейских. Лишний досмотр пройдут и сами участники. Дежурство полиции на 7 праздничных площадках. Пропустят туда только через металлоискатели. Поэтому желательно приезжать чуть заранее. Также станция метро проверят кинологи с собаками. С целью недопущения актов вандализма сотрудниками полиции уже на сегодняшний день проводятся мероприятия по сохранности памятников. Маршруты патрулирования экипажа ППС и ГИБДД максимально приближены к монументам воинской славы, памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны. Нужно готовиться и проводить, как будто мы это делаем в первый раз. Максимально собрано, организовано. И чтобы было взаимодействие между сидящими в зале руководителями, службами. И номер один вопрос – это дань уважения нашим ветеранам. День Победы в Казани пройдут более 120 праздничных мероприятий. Желающих принять участие ждут практически во всех районах, парках и скверах города. Юлия Муратова, Вадим Лорионов, ТНВ, Казань.